туда наконец-то переходим к спидрана тем еще раз добро пожаловать на замечательный спидран двух категории совмещенных по трек-мане и санрайз 15 лет назад было так, сейчас закрыть прям у меня получится симулейшн аркейд, ладно, окей, здесь я поспорю со спидранером, ладно да, мы начинаем категорию пазл это буквально так и есть а когда успели собрать, почти 10 тысяч собрать почему, почему, что, вы что издеваетесь, почему нет, я, конечно, рад сбор сбор денег на благотворительность, это хорошо да но когда достаточно ладно, окей, у нас поздравляю, у нас собрали деньги на на челлендж поздравляю, у нас будет теперь все на золотые медали в пазлах я как-то даже не посмотрел, я, типа, начал говорить насчет этой темы, что вот у нас уже челлендж идет я смотрю, как он прям в 99% и сразу же собирается и я такой, ладно, окей ну, не суть, окей, собрали, так собрали, я рад, что они брать деньги на благотворительность, это самое лучшее дело, которое ты вообще можешь делать в интернете почти, ну, ладно, не суть я уже объяснял, да, данная категория заключается в том, что ты первая категория пазл заключается в том, что ты должен построить трек так, чтобы пройти стейдж и, соответственно, да, неудивительно, у данной у данной категории есть не то, чтобы раут, но именно инструкция потому как надо собирать стейджи у каждого стейджа есть ограниченное количество ресурсов, поэтому окей, это ничего не хочу сказать, но это это трекмания момент просто ну да ну да достаточно такая простая категория, ты собираешься поставить определенные элементы трека и после этого пытаться в данном случае мы собрали челлендж к нашему раннеру придется проходить все стейджи на золото что местами не особо не особо скажем так легко вы стейдили играться это буквально как построишь трек так и так и так и будешь это играть настолько ты будешь быстро но тут очень много шорткатов используется но да не забываешь это спидран и как бы время постройки также влияет на время рано поэтому да это кстати это стейдж который достаточно я когда впервадцать его увидел меня достаточно впечатлило но в принципе у трекмании это одна из немногих конческих игр я думаю в принципе ух ладно это очень плохой баунс тоже не будет мне кажется это единственная игра потому что у которой вот это есть натуральное чувство скорости ты можешь в гоночных играх улучшить это чувство скорости добавив мошенблюра снизить кадры увеличить угол обзора но трекмании именно вот это натуральное чувство скорости оно прямо наилучшее поэтому каждый раз когда смотришь геймплей трекмании оно тебя реально прям завлекает насколько бы скучный этот ран не был с уважением к раннеру эта категория достаточно такая странная чтобы выбрать было но все же все еще прикольно влияет за тем камашинки двигаются быстро и иногда летают и вот как раз таки еще тема что ты смотришь на геймплей трекмании и тебе сразу же хочется в них играть ну с НРС я бы не сыграл все равно это особо честно говоря нечего комментировать потому что основная основная стратегия в том что построить по шаблону трек и буквально быстренько проехать есть на некоторых стейджах некоторые скипы но я не уверен что их можно назвать скипами если ты по сути создаешь трансу сам что можно классифицировать скипом это не золото а это не золото а это золото окей а это не золото окей а это не золото окей аааа я до этого говорил типа такую фразу как фразу словосочетание мариокарт момент мне кажется я сейчас начну то же самое говорить с трекманей окей это золото он прям идеально носом задел каркас это выгляло достаточно комично но раннер прям настолько настолько прям средоточен на объяснении рана он объясняет очень много механиками для самой игры он уже перестал давно особо объяснять саму суть этого режима вот именно он уже объясняет именно если это помогает средоточиться может в таком состоянии просто болтает все болтается и играет так называемый дзен это прям достаточно Достаточно смешно выглядеть стейдж, учитывая особенно, как сам он по себе выглядит в эдиторе. И меморизировать маршрут на данном треке достаточно, наверное, интересно будет. Ага. Ранер объясняет, что так как это вторая часть игры. Который вышел в 2005 году. В этой игре завезли новый контент в виде новых автомобилей. По его мнению, это достаточно странный автомобиль. Часто говоря, мне очень нравится. Какая-то смесь... смесь Carrera GT с... Блин, был какой-то Cruiser концепт в схожем виду. Ну, это еще одна тема трекмании. У них, крайне мере, в более классических трекманиях. Не Трекмании Нейшнс. Хотя ладно, Трекмании Нейшнс тоже были прикольные. Именно сами дизайны автомобилей достаточно хорошие. Конечно, Тесл-трак это треугольник. Это полигонный автомобиль. У него нету аэродинамики. Мы знаем, что, конечно, во вселенной трекмании не существует такого понятия, как аэродинамика. Но даже несмотря на это, я думаю... Я думаю, Ибертрак не особо сработал в этой игре. Трекмании Нейшн есть несколько интересных гейммодов. Это круто, их увидеть здесь, в SGDQ. Мы также имеем 500$ от Anonymous, которые говорят Трекмания или Баст. Спасибо большое за эти огромные донатации. И также, я просто очень быстро хотел сказать, что у них батареи тяжелее, чем, я не знаю, в некоторых спорткарах. Конечно, конечно, я сейчас слишком сильно пряжусь к этому все же. Я, кстати, уверен, что существует мод. Я уверен на 100%. Ладно, я уверен на 90%, что существует мод на какую-то из трекмании с кибертраком. Я... Я не удивлюсь. Как минимум, я не удивлюсь. Мне кажется, что в свой вкус ничего не поделаешь. И, кстати, еще одна вещь с Трекмани, который я могу... Ух, не очень приятный момент был. Который я могу отметить, в принципе, во всей серии игр, это то, что... Из-за того, как игра сама по себе построена, вот это сама... Сам физический движок. Геймплейные элементы, они очень прям хорошо связаны с тем, что они прям тесно связаны со спидранингом. Да, я, конечно, понимаю, что гонки из спидранинг это, по сути, одно и то же. В некоторой степени, по сути, то же самое. Гонишься против времени. Но именно сама концепция прохождения нестандартными путями в Трекмани очень хорошо получается. Сравнись с любой другой гонкой. Гоночной игрой. Потому что, ну... Я думаю, многие, кто хотя бы хоть как-то интересовались спидранами, знают о... Он говорит на своем, на французском, на французско-английском языке, а я говорю на своем, на русском. Окей. Переводчик. Hello. I speak English. I can try to release the declares. Это лучшее решение было сделать Nations, а немножечко другими режимами. Но этот Трекмани просто отсутствует. Ike. Но... Я согласен насчет новой Трекмани. Они попытались затянуть эту тему насчет киберспорта. Я могу сказать, что я очень много получил удовольствия от Трекмани Турбо. Вот честно. И в какой-то степени я от новой Трекмани, которая ребут, тоже немного получил удовольствие до тех пор, пока я не начал... Взаимодействовать с онлайном. Да, в принципе, она как будто потеряла душа. По сути, новая Трекмания попыталась стать тем, чем изначально Трекмания и хотела создаваться. Именно вот этим спортом. Именно спортом. Но что-то пошло не так. По факту, Нейшнс это одна из самых, по сути, уважаемых игр в серию. Мне Каньон нравится еще и так же. Но я вроде слышал, что Каньон тоже достаточно неплохо нахваливает. Санрайз, не могу ничего сказать. Я когда посмотрел страничку на SRK, я не сказал, что я там очень много рекордов увидел. Но дело в том, что у Трекмании комьюнити будет вне SRK. Поэтому там, да, у них свои, скажем так, лидерборды свои есть. Не каждое сообщество может себе позволить создавать свой лидерборд. Это не как раньше, когда существовали всякие спинрайдерские форумы по определенной франшизе или по определенной игре. И существовали локальные лидерборды, которые вручную обновлялись. Это сейчас у нас все автоматизировано. Почти на любую игру можно найти спидран. Мы уже видели достаточно это в марафоне. Достаточно много игр подобного калибра. У меня, кстати, мне казалось, что в России комьюнити более активны. Но, похоже, я ошибался, потому что она, как-то, не знаю, может они просто как локальные, считается. Ждем рекорда на сайте rusk.ru. Ну ты ее вспомнил, конечно. Я забыл существование про народ нахрен. Я не решил вообще существовать как сервис сейчас. У нас ранее решил все же сделать супер 300 IQ тактику и скипнуть стейдж. Скажем так, откинуть на последующие. Потому что данная категория — это длинная категория. Any% А он пытается на 100% ее брать. Поэтому здесь слегка время будет меняться и, соответственно, эстиммейт 100% будет замят. Народ теперь и анализ диск устал. Стоп, подожди, я анализ диск и теперь сайты хостят, может? Или что? Так, мне нужен пояснение по поводу этого. На втором прыжке я могла бы попасть в конечный момент, но вы можете также взять какие-то баги. И я решил не рискать это, потому что у меня уже довольно много времени на начале раны. Это одна из трекций, где мы оптимизируем мастерство. Мы только играли несколько блоков. Это, конечно, не оптимизируем для World Record, где мы играли почти все блоки. Но это будет больше, чтобы получить 80 медалей. Этот игрок был разработан на френском студии. И да, мы можем увидеть инвизируем для того, что происходит на экране. Он не сможет 100% говорить о треке, о том, что происходит на экране. У нас есть коммунити-вебсап, для коммунити-компетиций. У нас есть коммунити-компетиций. У нас есть коммунити-коммунити. Да, я согласен с ним, с последующим утверждением, что трекмани достаточно проста, подхватина, сложна на более высоком уровне. Смастерить, по-моему, русский язык уже очень сложно. Стать хорошим игроком сложно, грубо говоря. Легаешься на народом? Народ это был сирос яндекс или теперь купали, нет? На следующем этапе, мы двигаемся на грязь, и мы постоянно слегкаем. Я не лендил супер флот, так что я не уверен, если это будет 80. Я могу двигаться снова, потому что это очень простая. Я уверен, что это будет второй раз. Это никогда не случилось. Я никогда не пробовал. Это никогда не случилось. Если я правильно понимаю. Хотя нет, должно быть золото. Я тоже не помню. Это очень полезный. Я тоже не помню. Это было сколько лет назад. Окей, он побил. Постарайся. Сейчас он краски строит стейдж на скорость. Им нужно очень много скорости. Могу предположить, что это с прыжком. Да, с прыжком у нас стейдж. Потому что у нас реверс бусты находятся на конце прыжка. Так что, да. Нужна скорость. Просто сама. Это простая карта по сбору чекпоинтов. Он сейчас только что объяснил, что он пытался до этого строить стратегии. Потом, по стейдии стратегии, пытался простроить рут по сбору. И как выяснилось, все же самый оптимальный рут выходит, что надо собирать сверху вниз. В принципе, как он сейчас показывает достаточно просто. Минимальное количество резких поворотов с снижением скорости. Хотя в тракмании не особо это... Нет, в тракмании скоро все равно снижается поворот. Не забываем, это гоночная игра и это спидера. Время пошло. Он сказал, что он будет использовать блоки с дырками, чтобы до чекпоинтов добираться. Он, по-моему, хорошенько скипнул бестейдж. Это золото. Лего для машинок. Буквально лего рейсерс. Хотфиллс. 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 Женщик. двухуровневый стейдж по высоте. Честно говоря, особо тут нечего говорить насчет этих стейджов, это буквально идея того, чтобы как можно быстрее собрать все чекпоинты для их до финиша, используя пресетные знания сбора данных треков. Было бы, конечно, интересно увидеть немного нестандартный, скажем так, вид данной категории, где у тебя задачи рандомизируются. А, это именно обновление процесса было? Окей, тогда спасибо. Чтобы сбросить. Нехватка снады меня уже прям максимально добегает, мне кажется, я сейчас реально начну вот именно говорить, так пишут в чате. Может, я уже пару раз так сказал, кто знает. Сейчас стримы записываются. Да, это Underground у нас стейдж, нечего особенного сказать про стейдж, к сожалению, как в принципе про остальные. Я смотрю, не унываю. Не, я не к этому, а к тому, что, скажем так, какой-то человек, не буду показывать у него пальцем, даже если я буду показывать всем, он не спал уже больше 24 часов, это хорошенько влияет на него. Я надеюсь, этот человек получит, скажем так, заслуженное количество сна, заслуженное, хорошо сказано. Значит, произошел очень прикольный момент с использованием чекпоинта, когда он слегка зафейлил вход, но спас себя ресетом на чекпоинте. Я говорю, я заранее вам сказал, я знаю, что это моя задача, как комментатор, сделать этот ран более интересным, а то это и комментирование. Разгон с ними играми все очень сложно, что-то объяснить. Я, честно говоря, завидую раннеру, в хорошем смысле слова, не замолкает. Он просто миниганы из слов. Он прямо вообще не замолкает, типа, я просто завидую его, ну, сноровке. Он играет в эту игру и параллельно говорит, и не относительно много ошибок совершает. Он совершает все ошибки. И учитывая, что он еще не нативный спикер на английском, я думаю, для него есть небольшие, можно сказать. Может и нет, но все же иногда... Английский думает, что говорить. Не, ранн, конечно, не представляет какого-то особого контента, который другие игры предоставлялись сегодня. Но, в принципе, посмотреть все равно неплохо. Как я уже говорил до этого. Дракмания вне зависимости от... вне зависимости от того, что там происходит, до тех пор, пока там двигается автомобиль, это, в принципе, достаточно интересно смотреть. Офигеть! Раннер договорился, и теперь дал время хосту наконец-то прочитать донаты, сообщения с донатами. Если бы он что-то говорил на французском, он сразу сказал, смешной факт, но все его раны, они чисто на французском идут. Я смотрю на его раны. Поэтому, да, я, честно говоря, ожидал, что он либо будет с комментатором, либо он будет минимальное количество английского языка использовать. Ну, акцент у него хорошо, прям вот так хорошо чувствуется. Ну, это англоязычная трансляция, уже у них англоязычная трансляция. Кстати, мы перешли на один из самых худших автомобилей в данной игре. SUV. Я не знаю, есть ли у меня название, но мне очень сильно нравится этот автомобиль. Что-то есть такое именно в дизайнах, в целом автомобиле в TrackMan. Вот честно. Крайне рассказал, что, типа, вы можете считать вместе со мной у себя в колуэнсе количество чекпоинтов, в котором прошли. Ну, вот у нас, кстати, еще хороший опусточек поинтов. Моментальный разворот на 180. Полицаям нужно учиться делать полицейские развороты со стилем. Такое золото. Отлично. Бум-бум-бум. А, точно. У нас же есть четвертая медалька. Я серьезно забываю, что в TrackMan есть еще вот эта медалька Extra. Я не знаю, как ее называть правильно, потому что у нее вроде нет официального названия. Грубо говоря, это медалька, которая дается за супер-хорошее время. Да, это зелененькая медалька. Может, тут есть эксперты в TrackMan смогут назвать ее. И вот, по сути, в данном случае 100% категория краски заключается в сборе всех медалек. То есть все, что он на золото прошел, ему нужно будет пройти еще снова на краски на четвертую медаль. Это очень много стейджей. Есть очень большой шанс, что он, скорее всего, будет суперсложно полностью выявить. Как он уже сказал, что, ну, в принципе, этот стейдж уже, в принципе, достаточно был близок к получению медали, но... Другие стейджи... Могут... 775 тысяч долларов собрали, молодцы. Да, он говорил, что следующие стейджи могут принести ему некоторые, скажем так, неприятности, потому что... Даже несмотря на то, что... Даже несмотря на то, что ты собираешь треки, чтобы пройти их быстро, тебе еще их надо пройти быстро. К счастью для него он уже собрал треки, ему просто нужно их пройти быстро. Что, в принципе, все еще и является достаточно сложной задачей. А как бы да. Прошел трекмани на зеленой медальке, молодец. А как насчет пройти автошколу? Я, честно говоря, ждал вариации в виде «прошел трекмани на зеленой медальке». А как насчет того, чтобы потрогать зеленую траву? Ага. Шутка под вечер. Как вам? Я надеюсь, вам понравилось. Если не понравилось, то я искренне занялась. Я, кстати, надеюсь, вы, те, кто все еще сидят на стриме, я не знаю, вы... Не сидите в сухую, у вас хотя бы там есть чай, может кофе, может какой-нибудь другой напиток. Не обязательно. Кто-то из такого горячего напитка. Может просто вода, кто знает. Как говорится, не забывайте пить воду. Какой чай в такой жару? Ну, я надеюсь, не обязательно чай, вы можете пить воду. Пейте воду. Если у вас жарко, то можно пить воду. Ну, справедливости ради, это какая-то тема. Пить чай. Пить горячий чай, когда жарко, и есть холодное мороженое, когда холодно. У каждого свои вкусы, каждому своё нравится. Вопросы к тому, что в сухую сидеть не стоит, особенно когда такие раны идут. И да, приветствую вас всех. Айсти. Тебе тоже приятного вечера. Я реально не завидую тем, кто сейчас находится в Москве и в ближайшем районе Москвы. Потому что я человек, который живу на севере. Для меня... Особенно... У меня очень влажный воздух на улице. Поэтому даже 30 градусов уже будет казаться намного больше. И я не представляю, как люди живут в более жарких климатах. Я, конечно, понимаю, что они привыкли, но всё равно. Как человек, который не привык к этому, как-то сложновато. Окей. Мы получили золотую медаль на достаточно сложном стейдже. И мы сейчас сделаем стенд-секционер, который будет очень разным. Окей, ладно, я понял. Вентилятор в жару, плюс 30, почти полностью бесполезен. Я даже не включаю его, ибо вреда от него больше, чем пользую. Так как может ещё и продуть. Не знаю, как можно включить вентилятор так, чтобы он продул. Особенно в супер-сидной жару. Кажем условия. Ещё раз! Вентилятор не охлаждает воздух. Это тупо напор воздуха, который гоняется туда-сюда. Выключи вентилятор, и в квартире снова плюс 30 будет через минуту. Нужен кондей, чтобы циркуляция свежего воздуха была. Не каждый может себе позволить установку кондиционера. Приезжайте к нам в Мурмунск. Ну, те, кто не в Мурмунске. У нас, на удивление, достаточно комфортная погода. Местами, конечно, жарко бывает, но всё ещё нормально. Сейчас он на улице. Тепло. Покладненько, блин, вообще шикарно. Вот сейчас. Всё, порси и кризлятору. Ну... Я могу предположить, что ты можешь просто, знаешь, открыть рот, просто в горло себе дуть холодный воздух, тогда да, может... Может, ты продуешься там хорошенько так. Нам в Мурмунск звали не доехал. Ну... Я, конечно, всё время шучу. Это, кстати, мой любимый стейдж. Часы за абсурдностью. Да, и мы уже, кстати, успели перейти, пока я говорил, что приезжать в Мурмунск. Мы уже приехали к категории стантов. Да, а... Если я правильно помню, вообще в целом станд режим в этой игре делится на пять категорий, которые имеют, скажем так, определённое направление. Типа прыжки, там взлёты, трамплины. Я знаю, что это всё именно направляет в сторону именно поездков. Ну, там именно в таком направлении, что каждая группа стейджей является тематической в плане самих трюков. Ну да, сами по себе трюки — это вращаться, прыгать и всё. Буквально. Категория Мурмунска процентов. Ну... У меня знакомый... Я не знаю, вы его слышали, потому что он, в принципе, тоже иногда комментирует на русский эзакт, что мне год назад предлагал часа устроить 100к шагов по Мурманску. Это, по сути, он предлагал максимальное количество улиц полностью весь Мурманск обойти. Они вроде сделали разминку, но мне кажется, они не выполнили сам челлендж, поэтому я ничего не могу больше сказать. Вентиляторы, ведро холодной воды, квартира охлаждена. Ладно, окей, это реально лайфхаки какие-то уже. Я люблю чат русско, потому что когда в игре почти ничего не происходит, чат превращается просто в типичный RC чат двухтысячных. Буквально говорят обо всём. При этом, не хочу, конечно, сглазить, но пока что все разговоры, они более такие целевизованные. Потому что я очень-очень рад. Спасибо, что вы держите чат чистым и тёплым. Хотя, стоп, нет, прохладно, потому что я даже не знаю, ладно. Не забывайте пить воду. Ну, кстати, насчёт вот именно этой категории, эта категория более интересная, потому что, как я уже сказал, это именно ближе к самому геймплейному элементу классической трекмании идёт. То есть, вот эти сумасшедшие скорости, трюки, прыжки, полёты. Вместо того, чтобы сделать трек из кусков, не знаю, остатков, это конструкторы лего из разных наборов. И ты пытаешься паркурить и считать чекпоинты. Ну да, к счастью, кстати, для этой категории нам, именно у нас Any% версия, поэтому нам не нужно на все медали проходить. Так что, так что стимейт покажет в безопасности. Пачить КДЕ-2, типа не пачиться под Фри Безелья, типа это супер здоровый вопрос. Почему именно обязательно пачить? Ну, когда я сказал, что типа на разные темы, я не имел в виду, что прям настолько рандомные темы. До этого был какой-то диалог, а сейчас просто какой-то рандом пошло буквально. Блин, подожди, мука? Так, подожди, блины без муки, это же мем какую-то было. Ладно, мне кажется, я уже начинаю потихоньку терять свое и так не существующее чувство юмора. Руская птица разговора. Понятно, окей. Стоп, или типа КДЕ-2 под Фри Безелья, это тоже паста. Окей, ладно, видимо, я совсем реально отпал от интернета, от интернет-культуры, так таковой. Терять себя, пацаны. Окей, я completely messed that up, but this is 100 points, so it could be good. I think this could be enough. Let me see. I completely messed that up, but it's 100 points, it's pretty good. Джон попался. Unlucky. Меня поймали на целых две копипасты. Копипаста и паста просто. Никто не говорит копипаста уже. В 2024 году. Флип-флоп. О, this one. Круст-кар. Извините, я просто очень сильно стереотачен. В суперкрутом спидране. Станд категории с трекманией. Санрайз. Честно говоря, у меня очень мало аналогичных, скажем так, игр с подобной геймплейной составляющей, но почему-то я все время вспоминаю Burnout. Особенно, в частности, Paradise City, потому что был вот этот пати-режим, где у тебя, где группа игроков, обычно локальные, давались всякие челленджи, небольшие мини-игры. И там очень часто были, типа, сделать бочку, настоящую бочку дубовую, под пиво. Всякие прыжки, как можно дальше, и всякое такое. Типо, немного напоминает это. Я знаю, что это слегка, прям, далеко было взято, но все же. Я не чувствую себя молодым, но я молодой человек. И плюс я не системный администратор, так что я, в принципе, достаю свою карточку, не знаю. Но буду знать. Буду знать. Буду знать. Спасибо за то, что... Я говорю, вот буквально, вот на Марио Карте было, на Зириках. Обучающий стрим проходит. Помимо того, что смотрите на красивые машинки, которые крутятся, вертятся, прыгают, разгоняются и всякое такое. Вообще, вы параллельно изучаете какие-то вещи. Не обязательно что-то умное получать, но именно как культурные знания тоже получаете, по сути. Но сейчас вот люди, которые не знали, я, например, узнали о двух русских пастах. Ладно, про блины я знал, я просто забыл, к сожалению. Сейчас есть мейквейс в похожем строительстве в коопе, но там где-то сверху, крок-н-ролл рейсинг. Игры, годочные игры про коопчик строительства. Это, кстати, не новая концепция, я помню, какая-то была игра. Может, кстати, она и есть. Там вроде на монстр траках было, как раз таки. Кто знает. Гоночные игры уже... Как бы... Все уже. Мертвый жанр. Окей. Наш раннер не долетел до следующей рампы и потерял, скотик. Стайл-пойнты со стандов своих. Альба Шуннер. Честно говоря, честно говоря, после KDE 2 на FreeBSD я начинаю теперь с каждым сообщением сомневаться, паста это или нет. Системное административное. Я ловлю мини-флэшбеки. По сути. 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 Разговоры. 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 Только в чате русская. Какой в чате с GDK там люди бы... Что в чате с GDK происходит во время этого рана? Начинается фристайл-момент. Во время этого фристайл-момента у нас будет... Прочтение сообщений с пожертвований. А, в чате с GDK, а в чате с GDK, а в чате с GDK. Понимаете, насколько... Насколько наш рестрим лучше, потому что у нас люди могут свободно общаться на разные темы, и не обязательно быть с GDK, то есть не обязательно paywall иметь. И так и мы. Я также хотела дать вам быстрее обновление на это 4-плеер-релинер-ред-дарк-хаус-инсцентив, который мы открыли уже после этого рана, мы уже не получаем знания об этой игре, и об этом ранее. В принципе, мне кажется, основная цель этого рестрима должна быть. Я не знаю. Вы еще можете разговаривать о различных темах, делиться всякими мыслями. Я, честно говоря, все еще помню разговор на покемонах, где был вопрос по поводу можно ли напоить покемонов водкой. И началась тем по поводу того, что типа Псайдака из Псайдака можно сделать хорошего собутыльника. Я не знаю, почему Псайдак именно вышел. Я хочу знать контекст, почему Псайдак. О, конечно, выглядит прикольно, я не спорю. Но почему именно? Я уверен, что утка, которому может атаковать тебя телепатически, будет реально хорошим собутыльником. Вообще не уверен, как утки могут пить. Да-да-да, смотрите, наш рестрим русская, у нас только научно подтвержденные факты, у нас самые интересные научные идеологи. Мы самый культурный народ среди всего тысяча. И плюс ты получаешь физические бафы, потому что, ну, это спидранерский марафон. Псайдак всегда болит голова похмелия. Ну, типа, как говорится, похмелье лечит с алкоголем, но я не думаю, что здесь это слабо спасет его и его. Псайдак, говорится, как в мужском поле, поэтому я не буду особо париться, считая того. Псайдак, можешь читать мысли, что это идеальный собеседник попить. Почему это должен быть обязательно идеальный собеседник? Если у тебя есть уже собутыльник, то вы, по сути, и так уже друг другу читаете мысли. Типа, у вас как будто бутылка — это соединяющее звено. Я не знаю, зачем тебе нужен телепат для этого. Я извиняюсь перед теми, кому нет 18 лет. Я искренне извиняюсь, но все же. Всегда можно похмеляться. Вечная похмелье, я не думаю, что это добро приведет. Бедный псайдак. Представьте, иметь постоянное похмелье и еще иметь телепатию. Добро не приведет. Не завидую телепатам, которые потребляли хоть раз алкоголь. Астрайнер показывает перед родителями, что он может на велосипеде без рук кататься. Но, да, по сути, это типичный... Как же называется в Trackmania? Есть в Trackmania категория треков, которые, по сути, сами за себя проходят. Условно такое похожее начало было. Это камера номер 1. И это очень далеко от машины. И у меня есть камера номер 2. Возрослете, да, и вправду. Автоскролл, автоматик. И мне казалось, что... Какое-то другое, мне казалось название. Ну ладно, сойдет. Скажи, это тебя именно бот замутил, да? Это еще удалил сообщение. Это у нас не мега сидит в чате тихо и просто читает сообщение. Бум-бум-бум. Так про любую утку можно сказать, но... Правда? Тоже правда. В принципе, это научный факт. Как я уже сказал, мы на... Вы на рестриме. Мы на... Когда проходят какие-то гоночные игры, вы на рестриме с GTK, вообще любого марафона, узнаете обо всем, кроме самой игры и урана. Как бы... Много людей в чате. Предположу, сегодня узнали один достаточно смешный факт об утках и в том числе о псайдаках. Как бы да. С фактами осторожнее нужно быть. Но один факт уже удалили, мне кажется, попытались прикрыть правду. О, боже мой. О, смотришь. Ну, спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что смотрите нас. Более уважительно. Что-то городился Штакс. К счастью для меня. Может, не к счастью, не к счастью. Может, наоборот, к несчастью. Я могу смотреть удаленные сообщения. Поэтому да. Правда, не к счастью. Представляете, вот люди... Ну, есть люди, которые смотрят повтор стримов. Так что много, учитывая, ну... Учитывая, что люди обычно смотрят именно игры более популярные. То есть я сомневаюсь, что кто-то будет пересматривать эту секцию с трекманией. Вот представьте, человек зайдет, будет смотреть. И вместо того, чтобы слушать какое-то комментирование по трекманией, он будет слышать как... Интересные факты обутках. Возможно, меня за эти слова выгонят из комментаторов, но... Я раскрою чисто ради вас. Слушайте, пока меня это не выкинули из чата. На самом деле, вся администрация русская, все модераторы русской, это утки. Ой, черт, что-то дискорд вылетел. Страшно как-то стало. О, боже мой. Как же шутки сами себя пишут. Ну, как я уже сказал, именно вот эта сама категория, она уже близка к стандартной трекманией. И, соответственно, да, есть вот эта нотка реальной трекманией. И вместо того, чтобы смотреть на то, как человек расставляет кубики, чтобы пройти их быстренько. Как бы, да. Все знают, что есть игра про... безымянная игра про утку. Строили без спидранти. Кстати, оказывается, пока меня скрытое правительство русское выкинуло из вас чата, я даже не заметил, что у нас закончился данный ран за 48 минут. Мы вышли под... Мы, точнее, достаточно неплохо так под стимейт уложились. Оказывается. Продолжение следует...